Дзюдо 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 Переносим час. Часское воспитание тренера. Потом мы разделяемся на две команды. И соревнуемся. Да, потом собираем карту нашего лагеря. Потом, кто быстрее мы делаем, кто быстрее разожгет костер. Илья. Во-первых, в первом походе у нас командует Вячеслав Алексеевич. А на сборах командует Алексей Вячеславович. Только на сборах мы не учимся разожгать костры и этого ничего. Мы приемы там учим. Во втором походе? Да. Еще во втором походе мы после тренировок и после утренней тренировки идем на речку, купаемся. Ловим рыбу. Тренировки Матюшенского с удовольствием посещают не только дети, но и родители. Мама и папа, наблюдая за занятиями, с удовольствием отмечают, что их чадо становится крепче, сильнее, здоровее. У нас тренер вообще-то строгий, требовательный, но справедливый. Поэтому я думаю, что они в первую очередь учатся какой-то справедливости как бы в жизни. Ну, конечно, защищать себя, наверное, на улице как бы от всяких хулиганов и прочих личностей. Ну, в основном вот это смелости, находчивости какой-то и вот таким всяким качеством. Это для вас самая главная награда в этом педагогическом труде тренерском? Чтобы дети уважали, чтобы любили. Я говорю, заслуги, конечно, это хорошо, приятные медали. Самое главное, чтобы они были людьми, чтобы они уважали меня, родителей, друг друга. Скажите, пожалуйста, 50 лет, как вы ощущаете себя в этом возрасте? Много, это мало? Ну, мне еще говорят, что ты двигаешь, прыгаешь так, многих встречаю. Я говорю, я беру энергию от детей. Дети меня как бы заряжают. Я перед ними, я и кувыркаюсь, и падаю, и приемы, и все. Дети как бы заряжают. Если бы я не работал с детьми, я не знаю еще, как я бы себя чувствовал. Просто надо показывать детям, что 50 лет – это не предел. И 60, и 70, что здоровье, что спорт, он как бы укрепляет.